сегодня поехал в поход через железнодорожный мост и деревню мухина железнодорожный мост там где узкоколейка дорога идет за тверцой там есть речка ведем я нашел там прям под мостом родник сейчас проехал самые сложные участки это начало города где машин на кого-то многовато и замухина где какие-то поля и по пояс трава несколько километров дорога заросшая ли они там поехал там две дороги на может быть другая лучше было не знаю и дальше уже нормальная дорога еще несколько километров и там уже будет выезд на лихославскую дорогу вот здесь кого течет где-то недалеко недавно ее видел и там уже можно не заезжая лихославе через большое плоское уехать в тупике тем самым минуя вообще все дороги с машинами практически единственное около города километров 10 на нужно было проехать но там машин не так уж много там было где-то ну через но они не сплошным потоком общем шли довольно спокойно было ехать а еще хотел сказать поехал уже ближе к вечеру часа в три дня в четыре и поэтому сейчас взял с собой палатку где-то может быть буду ночевать посмотрю сейчас белые ночи практически можно ехать довольно долго день там к ночи можно остановиться потому что эта дорога больше чем 120 километров может 130 или 140 или 150 вот я не успею до дают ну до ночи доехать до тупиков а здесь такие поля еще красивые вот какие-то синие цветы мы вообще везде природа вот это я что-то очередной раз обнаружил в городе вчера посидел на берегу волги покупался и у меня сразу упадок сил какой-то был а как на природе где никуда не пойду не поеду везде энергия нормально вот почему так может быть от машин воздух не пойму вечно в городе какой-то упадок сил непонятный вроде бы уже и воду стал пить не хлор но все равно какая-то ерунда происходит ездил по этой дороге уже наверное лет десять пришлось по навигатору сверяться и надо сказать что от мухина прямо идет через кого дорогу через мост справа остается такая деревня с церковью а налево ну то есть прямо дальше идет дорога вот это она с нее сложно сбиться она практически одна через этот лес идет вот через тот который сзади остался вот единственная где-то может быть не на той развилки свернул потому что когда выбрался на эту нормальную дорогу немножко справа уходила хорошая дорога вот и по карте она вроде обозначена где-то я с нее на нее не свернула поехал по левой дороге она оказалась заросшей но вот это право она может быть в принципе тоже где-то до середины кто-то здесь ездит на тракторе а дальше она тоже может быть заросшей неизвестно надо проверять перестал прыгать и бегать и коленка начала восстанавливаться и на велосипед вот как я уже писал там в контакте хватает и если ехать не на том велосипеде где 46 звездочек спереди 46 зубцов на звездочке а на этом велосипеде где 40 получается сзади 20 спереди 41 к двум это нормально если коренка себя неважно чувствует довольно мягко ехать легко напряжение не нужно на колени давать и таким образом на найдя вот этот вариант постепенно начинаю устанавливать велоформу как сегодня уже стараюсь ехать до победного то есть до темна и хочется кататься потому что довольно долго не было возможности кататься так чтобы без напрягов а сейчас вроде нормально еду и нет хотя она нога болит но то есть болит только если не нажимать если не нажимать а просто ехать то нормально прикольно лет 10 назад я также вечером помню выехал на эту дорогу был очень рад наверное первый раз когда здесь вот от она уходит туда на на холм ну то есть от холма деревня холмы сюда на асфальт выходит очень был рад такое и тогда я как раз проехал наверное самое большое расстояние потом столько не проезжал где-то до спировая обратно 200 где-то не помню 20-30 километров что обычно я потом по 200 ездил вот и вот эта дорога еще прикол в том что она была ровная помню ехал такой и радовался также солнце заходило также примерно лето было примерно наверное даже это да точно это было 20 числа июня потому что день был очень длинные ночи почти не было вот и я тогда всю ночь ехал и потом назад весь день дорога была ровной а сейчас вся выбоиных за 10 лет она умудрилась покрыться выбоинами но тогда я поехал там будет поворот выезд на лихославль сейчас я хочу поехать наоборот от лихославля в сторону этого большой плоская тимошкина не то которая в лихославском районе а то которая в козловском там на козлово в общем дорога хотя вот тут тоже уже поровне дорогу пошла может она была примерно такой это было не 10 лет а наверно лет сейчас прикинул 78 назад и когда я ехал у меня не было палатки а взял с собой кусок целлофан думал завернуть целлофан но во первых от комаров это не спасло во вторых там в нем было очень душно спать поэтому я не смог уснуть и дальше поехал ночью в этот раз у меня хорошая палатка достаточно хоть старая поэтому в ней нормально спать комфортно основная дорога вот там метров двухстах идет вдоль ковы вот сама кого туда ехал тут мостик через нее много птиц поет эта дорога которая достаточно тихо она выходит в кову деревню через которую соответственно протекает тут кого я остановился чуть не доезжая до этой деревне здесь такое место для отдыха здесь можно на палатку поставить и там тоже какой-то водопадик маленький сейчас надо искупаться успеть пока солнце не зашло палатку поставить можно отдыхать заход здесь нормально видно что люди купались так как сырое все днем и вот такой вид с реки на это водопадик вода теплая в кове палатку расставил теперь ужинаю наверное целый год не ходил в поход как в тот раз приехал с моря в двадцатых числах июня так и чего-то никуда и не ходил как же сильно отличается климат заметил так как последний поход как раз был на юге и там все время по вечерам ставишь палатку и тепло а здесь вроде бы июнь месяц самые длинные дни солнце на закате весь день светило небо было чисто и и уже к вечеру прохлада такая приходится куртку надевать тонкую сегодня решил проверить педали не прикипели ли три педали открутились это вот а и на духе на втором велосипеде обе а вот это но никак не откручивается один ключ испортил сломал отбивал молотком раскололся ключ второй тоже вот ну шире стал сейчас мучаюсь вечером и вроде бы залил даже туда этот холодный ключ или как он называется ну типа которая от прикипания все равно не помогает вообще большим преимуществом серверов является вот это пространство где в любом месте можно найти очень большое количество мест под палатку и даже у реки и даже возможно что там никого не будет рядом но с другой стороны конечно холода здесь еще те вроде бы июнь месяц и прохладно я начинаю замерзать вот на юге так если весь день в июне солнце светит так там и ночью будет жара такая что будешь лежать и потеть а это еще север тверской области области даже не совсем север чего говорится об архангельской области или о мурманской одна из основных причин почему туда неохота ехать особенно еще учитывая то что там часто дожди идут если будут дожди их и холод то радость конечно от поход будет немного вчера смотрел к слову сказать есть транссибирский экстрим не знаю сейчас устраивают или нет но год два-три назад устраивали велогонка самая длинная в мире 9 по моему чем тысяч километров там одну гонку ни один участник не мог проехать один из этапов когда там полили дожди и все благополучно сошли с дистанции ночью выдалась холодной поэтому толком не спал наверное общей сложности часа два поспал остальное время ворочался сейчас уже солнце вышло вот уже высоко и все равно еще замерзаю еле-еле начинает прогревать уже все собрал сейчас поеду дальше вот наверное плюс что было тепло но он долго проспал а так побыстрее проснулся побольше подвигаюсь днем поехал 5 утра это прям не прохлада холод какой-то в итоге поехал тем же маршрутом который мы лет 7 10 назад через лихославль вот это приозерный тут озеро такое прикольное стоять уже тепло хотя еще и 6 утра нет поехать прохладно ветерок создается добрался до любимой дороги между калашникова и спирова около 9 часов утра если в теньке еще прохладно то на солнце становится жарко много бабочек таких больших каких-то калашникова если подняться по главной дороге метров на 100 вверх на холме немножко калашникова там есть магазин пятерочка у меня что-то сегодня с утра видно ночь была холодной пробила на еду поехал купил там сухарей сейчас еду ем завтракаю вот она бегает по дороге все-таки наверное траурница других названий я не знаю даже ведет себя как траурница села на раздавленную давным-давно лягушку высушил сидит он там еще одна летает надо подкрасть застать врасплох вот сидит на ляге ест я струб лягушки подумалось что очень разумно я затеял поход в этот раз поехал после трех то есть практически ехал весь вечер и сейчас ехал все утро и тут до спиров уже рукой подать и получилось что ехал не пожаре основном самый страшный асфальт в мире в районе бухаловского переезда или бухаловского но еще страшнее дороги конечно в казахстане ну естественно чем страшнее дорога тем она лучше для велосипеда велосипед является средством спасения в жару только остановился очень жарко поехал создается поток ветра и прохладный такой воздух дует большая тигма обмелела хотел искупаться думаю не полезу но какая прозрачная дно все хорошо просматриваться как всегда где берег реки там много птиц поет в июне очень разумно поехал и паса по остаткам разумного тенька успеваю доехать до спирова солнце еще не в зените вот так в тупиках летом растут ириса хотел вырастить картошку пока еще не было травы весной посадил в разных местах где поменьше было травы она взяла и выросла выше человеческого роста я думаю воткну деревяшки и увижу где сажал она она трава выше этих деревяшек воткнутых поэтому какие-то нашел вот как здесь скосил траву вот картошка растет а некоторые так наверное не найду вот здесь тоже растет приходится ходить сапогах потому что могут быть и змеи здесь они есть в лесу вот здесь тоже картошка вот палочка какая низкая трава вымахала в два в три раза выше вот эти цветы еще интересны удивился когда увидел показать поближе и вообще конечно тут цветов очень много буйно все растет вот еще здесь картошка лук почему-то плохо растет не знаю кому здесь не нравится вот эта луковина росла на окне зимой я ее сюда пересадил она почти засохла но еще немного растет всю зиму не всю зиму несколько месяцев зимой сейчас еще поищу деревяшки эти воткнуты может найду в этом году яблок нету а есть вишня зеленая верхние травинки практически с мой рост то есть метр восемьдесят двухметровая трава вот здесь я уже немного протоптал в тот раз приезжал еще можно было ходить а сейчас уже вообще ничего не видно есть там змеи нету змей здесь есть улья мне лень с ними возиться а так бы пчелам тут было бы чего поесть короче не найду я нам больше этих палок где-то ведь были еще где-то где-то втыкал ну значит картошка будет сама по себе расти а вот и вижу так на углу она сейчас надо будет косу взять сюда прийти вот она как низко а вот как трава высоко я весной думал посажу буду ходить сырники срезать оказывается не прокатило надо сажать в одном месте и тогда можно уже и не терять ее из виду вот тут вишня вот он прошлый раз я приезжал тут все выпалывал думал что нибудь вырастет бросал семена смотрю никаких семян нету и привез клубничную за 50 рублей купил в южном на рынке искал искал ее в этой траве потом случайно раз смотрю листики вот прижилась она потому что тут раз она вообще дохлая была а сейчас уже такие три листа здоровых вот она была вот такой думал не приживется смотрю нормально растет сейчас оградил шифером чтобы было можно найти в следующий раз трава очень быстро растет по этой дороге обычно нормально идти в лес а вот в конце июня вот как она она зарастает тоже человеческий рост трава на поле дорога все в траве еле просматривается судя по тому что трава не примятая в лесу видимо никто здесь не ездил в ближайшие недели единственное чего тут не хватает это речки такую жаркую погоду но во всем остальном природа конечно очень располагает к себе сравнению с городом воздух и прочее звуки при социализме лет 30 назад здесь было вот такое поле все и в ту сторону еще больше большое большое поле по после коров до этого по моему распахивали его потому что были эти рвы такие в которые вода скапливается периметром сейчас росло за 30 лет и вот там по идее болото но я только по карте посмотрел а так даже не уверен вот где вот там далеко деревья повыше там лес начинается ну раньше начинался а сейчас он сколько я не ехал он нигде не заканчивается вот так и будет дорога идет вдоль нового молодого леса то есть все поле заросло где не заросло так красиво цветы и кузнечики поют вот там спировские эти вышки и там тоже и когда я был маленьким мы постоянно бегали туда слепень кусает на болото вот где те высокие деревья за ними там сколько-то надо пройти и там будет небольшое болото и за болотом там еще одно поле но я сейчас не решился туда идти потому что если здесь все так заросло то с великом что-то не очень хочется потом может когда-нибудь осенью или посмотрю дорога вот здесь заканчивается а раньше тут все было в следах человеческой деятельности наоборот вот таких дихих зарослей не было в основном там начиная от бабушкиного дома сначала было поле оно все заросло не рискнул даже по нему пойти в объезд поехал на велике потом был ручей потом очистны они сейчас заброшенные и вот это второе поле потом такое огромное было видимо вот хотя его еще не все исследовал вот этот остаток от него остался а оно вот в ту сторону было ну раз в десять больше если ну вообще огромное не помню даже во сколько раз вот наверное ну не могу сказать несколько километров в общем мы еще с моим другом детства тут ходили и решили организовать ассоциацию ходиков нам так нравилось ходить что-нибудь размышлять о чем-нибудь что организовали ассоциацию ходиков а вот там на углу поля то есть был угол поля а сейчас что-то я вообще не пойму где этот угол и по этому углу было легко ориентироваться где болото как заходить и так далее как выходить а сейчас заросло и непонятно где угол некоторые карелы любят выпить дядя например с первого когда жил был жив пропивал всю пенсию старался еще пропить бабушкину пенсию и пил на сколько хватало денег хватало ему обычно недели на две потом деньги заканчивались он ходил трезвый и адекватный здесь в деревню переселили какую-то бабушку из другой деревни у нее там разрушился дом она прожила всю зиму здесь в свои 75 лет при том что тоже любит выпить у нее даже руки трясутся и вид у нее такой как у человека который как у пожилой женщины которая любит выпить удивительно также то что в свои 75 лет она умудряется жить в деревне одна в деревне где практически никто не живет и мало помогают родные то помогают то перестают помогать то она кого-то находит кто ее возят за деньги в деревню где есть магазин за едой живет в холоде сама умудряется по хозяйству там что-то делать все в том числе и дрова насколько я понимаю рубить пьет и замерзает зимой говорит очень плохо себя чувствовала после зимы сильно замерзла и все равно выживает вот какая крепкая дядя мой умер кстати предположительно от того что напился некачественного спиртного и в то время когда он пил в спировом многие люди умирали также от спиртного на каждой улице можно было найти человека то есть карелла да условно говорить говоря или русского я не знаю кто был умирал от некачественного спиртного спиртного там делали самогон непонятно из чего добавляли карбид пили все подряд добавляли что только не добавляли чуть ли не гуталин как-то умудрялись намазывать на хлеб потом этот хлеб ели пили корвалол пили ну короче все что можно чтобы опьянеть ключи к деревенской жизни мною потеряны то есть вот находясь в деревне я не совсем понимаю что тут делать и на весь этот быт меня обычно хватает на сутки на двое потом потом хочется опять ехать к музыке ехать к компьютеру к цивилизации возвращаться при том при всем в деревне чувствуешь себя гораздо здоровее энергичнее здесь свежий воздух и в городе как бы я такой вяленый раздраженный там где скопление людей там всегда будет раздражение нехватка энергии потеря аппетита здесь же на природе все время хочется есть можно вообще есть бесконечно как бы если себя не останавливать и в таких казалось бы благоприятных условиях для жизни ну вот эта связь потеряна и благодаря тому что большую часть жизни прожил в городе и не понимаешь что тут делать и возвращаешься опять в цивилизацию где опять потеря энергии и нечем дышать и закладывает нос и легкие тяжело ну не совсем тяжело как раньше но все равно тяжело дышать вот и и как-то так к примеру если взять ту бабулю она у нее даже радио нету вот которая здесь живет и при этом она живет и как-то гармонично существует в этом мире непонятно чем занимаясь может я к ней заходил как-то она просто сидит видимо вот эта какая-то гармония она не основана на действии она на просто на органичном существовании человека как и каждого живого организма просто человек цивилизация типа меня привык жить по каким-то программам которые ему не позволяют вернуться к вот этой естественной жизни ему опять хочется возвращаться к каким-то интересам которые не так-то уж и интересны но за неимением другого все равно к ним возвращаешься отъехал проехал уже 35 километров со стороны спирова хочу немножко авантюру такую совершить еще 110 проехать по не очень хорошим дорогам там местами еще и грунтовка и не пойми чего и там между двумя деревнями не знаю кажется не ездил там обозначена вроде какая-то тропа по лесу но тоже неизвестно будет или нет но если что там есть куда повернуть ну так или иначе где-то около 110 получается еще впереди ждет и нашел в канаве валялась интересная надпись чувалов 1925 1980 деревянная табличка может быть это разбился на машине стояла потом в канаву выкинули не знаю поехать хочу не сказал на торжок потом вдоль тьмы там всякие деревни идут либо там вдоль тьмы если не получится между двумя деревнями проехать где обозначена какая-то тропа по лесу там можно тогда на медное свернуть уже с медного по шоссе вот тут недалеко развилка вот на этом поле от калашников в одну сторону спирова в другую торжок сейчас попробую на торжок поехать там будет дорога неважная и здесь вот водоемчик такой небольшой все время в жару купаюсь вода здесь прохладная холоднее чем в реках почему-то видимо она из болота откуда течет и хорошо освежает селища хвощ не проехал такая бесконечная деревня сто с чем-то домов едешь едешь конца и края нет вот после нее на торжок вот такая дорога идет поэтому медленно едется но надеюсь успею до вечера доехать до двери если не успею то у меня есть палатка с собой и сегодня я еду сейчас покажу без кепки вот хочу проверить сегодня где 25-30 не знаю посмотрю нормально ли будет или нет в голове потому что вроде бы волосы густые защищают от солнца машина проехала и пыль на таких дорогах еще заметил в общем по поводу травмы коленок травмируются они от больших нагрузок особенно зимой если например зимой прыгать на холоде вероятность высоко травмировать летом гораздо меньше травмируются и травмируются если что касается велосипеда от тоже от больших нагрузок то есть если на том велосипеде например у меня при травме коленки стоит 46 звездочка на 20 задние 20 зубьев то уже начинает побаливать коленка если на этом стоит 40 на 20 то есть ну примерно плюс-минус там один зуб один к двум то есть это пропорция то практически не травмируется вот как сегодня даже не боюсь ехать где-то под 150 километров за день а травмируются еще от длительного бега травмируются от езды против сильного ветра ну короче говоря от всех таких больших и долгих нагрузок либо от маленьких и очень сильных типа прыжков прыгать ну тоже надо много прыгать полчаса час например как я пытался прыгать тоже травмируются и наоборот если вот ехать в соотношении один к двум этих звезд зубчиков то это будет наоборот извлечение уже пробовал так же ездил и коленки постепенно проходили если на них нагрузки не давать точно это нагрузка примерно получается как при ходьбе там тоже когда много ходишь излечиваются суставы за счет циркуляции крови в мире есть две партии партия ребенков и партия взрослых взрослые отличаются от ребенков тем что сидят на стуле целыми днями потом выходят в отпуск и начинают ходить и ругаться а ребенки они не сидят на стуле они бегают везде катаются на велосипеде и поэтому им нету времени ругаться дальше идет подобие стиральной доски но не сильной поэтому ехать можно но скорость естественно очень медленная почти как у пешехода еще хотелось бы еще раз отметить что благодаря тому что год не пью хлорный год даже уже больше восстановилась возможности езды на велосипеде вот сейчас жара я еду без кепки еду могу ехать часами напролет почти не останавливаясь если только перекусить и нормально ничего там нигде голова не кружится ни упадка сил не наблюдается сознание ясное едешь и едешь хоть с утра до вечера да вполне себе нормальная для езды дорога с учетом что в ушаково уже вот тут вообще асфальт не помню пойдет ли он до трассы или нет но тем не менее да асфальт здесь видимо уже дорожка дальше такой нормальный плюс еще вот это 40 на 20 зубьев два к одному и меньше это едешь и не потеешь даже когда жарко такой нагрузки нету как при тяжелых передачах или просто я уже к жаре к южной привык там пот сразу пробивает а здесь организм не считает это за жару за сильно не знаю это Ефрем Новоторжский в Торжке проехал Торжок осталось мне где-то 80 километров до Твери вот по этой дороге на Машки конечно если бы ехал на Медное уже намного быстрее раз в два меньше наверное но при этом приехал бы рано здесь подольше покатаюсь там вдоль тьмы и покупаться можно и свежий воздух и в теньке тут поем кефир и эти сухари пока холодный кефир просто купил вот такой обед обошелся где-то рублей 80 сытный обед достаточно дорога здесь нормальная надо доехать проехать грузины и мошки а в мошках повернуть налево и там будет тоже тихая дорога асфальт и тут как видно достаточно тихая дорога бывает по несколько минут нет машин 5 часов вечера до Твери около 40 километров нахожусь в деревне стружня только что купался вот здесь такое хорошее место для купания и приметил его еще несколько лет назад волосы справляются с жарой сегодня ни одного облачка на небе и за счет шапки волос весь день себя хорошо чувствую хотя жарко вот проезжаю князево это где дом лемешков за три километра до медного есть вот такая просека свернул на нее по идее там обозначена какая-то дорожка надеюсь что она доведет до новинок и савина и тогда не нужно будет ехать по трассе дальше она уходит вот в такой лес в довольно старый судя по тому что тут вот такой бурелом машина наверное ездит не часто ну посмотрим по идее на карте обозначена где-то через полу пути начинается вот такое поле после проезда под высоковольткой а в последней деревне у дяденьки с машиной спрашивал он говорит нет там никакой дороги нету а оказалось есть он сказал что только через медную вот такая здесь дорога от новинок на савина никогда не видел холмики солнце постепенно спускается к горизонту я искупался в тьме скоро восемь и до дома где-то сейчас час езды и здесь савина что-то очень много машин все куда-то едут все подъезжаю к твере осталось там буквально несколько километров по шоссе и ехать кстати приятней чем попытался остановиться когда едешь ветерок прохладный остановился такая жаробасина начинается все и и все